Какие орехи наиболее эффективны в борьбе с раком? В моем видео об орехах и профилактике рака молочной железы я представил данные Гарвардской группы, полученные в ходе исследования медсестер, сделав предположение, что употребление орехов с раннего возраста может быть действенным средством в профилактике рака молочной железы. Последующее исследование, в котором участвовали дочери медсестер, подтвердило такие выводы. Было обнаружено, что для тех, кто ест больше арахисового масла, орехов, бобов, чечевицы, соевых бобов или кукурузы, риск развития фиброзно-кистозной болезни молочной железы, которая повышает риск заболевания раком, значительно ниже. И было также обнаружено, что защитный эффект наиболее действенен для людей в большей степени подверженных риску, для тех, у кого в семье были случаи заболевания раком молочной железы. Новое исследование показало, что даже две горсти орехов в неделю могут защитить от рака поджлудочной железы, одного из самых смертельно опасных видов рака. Мы не знаем точно, как они действуют. Считается, что орехи – это питательно ценный продукт, насыщенный самыми разными полезными веществами. Это объясняет некоторые механизмы, благодаря которым вещества, входящие в состав орехов в лабораторных условиях, ин витро, вызывают гибель раковых клеток и препятствуют росту и распространению рака. И все же, какие орехи наиболее эффективны? В моем видеоролике «Противораковый овощ номер один» показано, что два класса овощей – семейство крестоцветных, в том числе брокколи, и семейство луковых, в том числе чеснок – наиболее эффективно подавляют рост раковых клеток. Затем в видео «Какие фрукты наиболее эффективны в борьбе с раком?» Почетное место заняли клюква и лимон. А как обстоят дела с орехами? С точки зрения содержания антиоксидантов, лидирующие позиции занимают грецкий орех и орех-пекан. 25 грецких орехов содержат столько же антиоксидантов, что и 8 граммов витамина С. Или, другими словами, 100 апельсинов. Да, но как они борются с раком? Вот график показателей разрастания раковых клеток на фоне увеличения концентрации 10 наиболее распространенных орехов, потребляемых в Соединенных Штатах. Если для проверки поместить на эти раковые клетки каплю воды, то ничего не происходит. Они начинают ослабевать при стопроцентном уровне роста и продолжают ослабевать на таком же уровне роста. Похоже, фундук, фисташки и бразильский орех действуют не намного лучше. Кедровые орехи, орехи кешью и орехи макадамия дают более положительные результаты. Миндаль вдвое более эффективен в качестве защиты. Он вдвое уменьшает рост раковых клеток при половине дозы. Однако три последние ореха являются самыми эффективными. Даже в небольших дозах они способствуют резкому снижению распространения рака. Итак, лидеры – это грецкий орех и орех-пекан, а бронза достается арахису. В данном случае орехи борются с клетками рака печени человека, как и в исследовании, посвященном фруктам. Похожие результаты были обнаружены при использовании орехов в борьбе с раковыми клетками толстой кишки человека. Орехи действительно особенно полезны, поскольку в процессе переваривания они вступают в прямой контакт с раковыми опухолями толстой кишки в условиях реальной жизни, тогда как в случае рака молочной железы орехи действительно могут подавлять рост рака молочной железы в чашке Петри. Но это не означает автоматически, что потребление орехов будет подавлять рост рака молочной железы в груди, поскольку противораковые вещества, содержащиеся в орехах, могут даже не попасть в кровоток. Для того, чтобы это проверить, необходимо провести следующий эксперимент. Нанести каплю крови человека, потребляющего орехи, и каплю крови человека, в рационе которого отсутствуют орехи, на раковые клетки молочной железы и сравнить результаты. Именно такой эксперимент провели исследователи Университета штата Пенсильвания. Они хотели узнать, что за защитное вещество содержится в орехах. Для этого они кормили людей целыми грецкими орехами, одним ореховым маслом и одной шкуркой грецкого ореха, а затем наносили каплю их крови на раковые клетки молочной железы и держали их в чашке Петри в течение шести часов. Как оказалось, кровь тех, кто питается грецкими орехами, подавляет рост рака молочной железы человека. Однако, одно масло или одна кожица ореха, похоже, не приводит к такому же результату. И самое главное, полученные данные свидетельствуют о том, что некоторые вещества, содержащиеся в грецких орехах, действительно поглощаются системами организма, попадают в кровообращение и могут влиять на разрастание раковых клеток молочной железы.